добрый день добрый день дамы и господа ladies and gentlemen сегодня 3 марта 2021 года меня зовут яков файн душевный и теплый канал будни америки только что я спил кофе с мягкой булочкой а на булочку масло а на масло мед во рту тает какие круассаны пацаны это было вкусно это было вкусно теперь можно и поговорить начну с ответов на вопросы с ответов на вопросы сара миллер писала уже закончился день и где сегодняшнее видео это вчера смотрите это один из примеров когда люди делают ссампшнс предположение хотя я никогда этого не делал я довольно аккуратно себя веду с обещаниями я никогда не говорил что у меня ежедневные выпуски никогда просто я человек порядочный дисциплинированный и практически регулярно записываю но люди пони уже для себя решили что это как как программа время ежедневные новости нет это не ежедневно я буду стараться так делать но я никому не обещаю делать это специально сознательно чтобы у меня никогда не было чувство вины как некоторые делают ежедневные ежемесячные еженедельные выпуск потому не выходят по любым причинам у нас же не коммерческое предприятие пацаны хочу пишу не хочу не пишу но буду стараться и дальше вас радовать своим прекрасным как это цель coverage покрытием покрытием новостей так не говорят нами хорошо еще был один вопрос который мне задали вот я мол смотрю куда-то наш в этом вижу куда я смотрю нельзя ли показать хорошо я вам покажу ну ничего такого особенно ниже я просто вижу большой водоем в котором довольно много воды давайте я сейчас возьму эту камеру просто я поверну вот так аккуратненько большой водоем вот так дальше идем идем дальше идем дальше следующий вопрос какой у нас был сейчас посмотрим это был вопрос анна пишет расскажите пожалуйста как в америке относятся гарри и мэйган если вы в теме ну я в целом я не могу сказать что я прямо в теме в теме но я могу сказать вам пару слов пару слов на эту тему в соединенных штатах америки нет короля и королеву и у меня такое впечатление что многие люди парятся из-за этого с надо иметь такую королевскую семью их обсуждать когда-то было кто же это был дженнифер анистон и брэд питт была пара очень известная популярная и любимая в стране ну то есть это было максимально близко что можно было бы обсуждать с таким же удовольствием и любовью как скажем извините извините да так вот можно было их обсуждать с такой же любовью как и все остальное какие королевскую семью англичане поэтому как бы их одолжили и обсуждали когда была принцесса диана я помню вот ее любили ее любили очень или там еще очень там про королевскую семью какие-то дети подрастали и и это было интересно теперь мэйган мэйган маркл она она была неплохая кино артистка или неправильно назвать актриса я помню ее сериал не ее сериал сиротом она играла как называется suits suits хороший сериал был да но она так не выдающийся ничего особенного там она наполовину черная наполовину белая и вот она вышла замуж удачно второй раз по моему это было родила ребенка сейчас я не знаю она беременна или уже родила второго не знаю потом они отказались в прошлом году от своих королевских или герцогских привилегий они сказали мы не хотим больше быть королевской семьей переехали к нам штаты и там где-то подписывают какие-то контракты там где-то выступают что-то делают ну и все они не есть предмет такого интереса как было конечно же принцесса диана симпатюля из простой семьи ну простой по королевским по королевским меркам но вот буквально из-за этого комментария обратил внимание на эту статью где написано что мэган маркл faces bullying claims ahead of она она давала интервью опре опре винфри и на нее жалуются люди которые для нее работали которые у нее работали там в великобритании когда она еще была членом королевской семьи и вот они говорят что это герцогиня сосекская она люди пишут что люди которые те которые на нее работали обслуга сервис они часто периодически плакали чтобы когда она жила в этом кэнсингтонском дворце после своей свадьбы с принцем харри в 18 году одна говорила вот я не могу я не могла остановиться так дрожала после конфликта с ней что не могла остановиться вот еще там пару человек говорили что они должны были уйти из работы вот она видите эта парочка так это или нет я не знаю может быть и так она мол типа она довольно грубая не знаю может быть она и грубая может быть это просто разница культуру американцы более прямолинейные а британцы менее не знаю одним словом вот и все то есть ничего особенного нет никакого внимания особенного они не имеют здесь в штатах и ну собственно и правильно они не заслуживают этого кто там дальше fmts писал яков немного про произношение вы лучше людям расскажите как правильно говорить xerox это будет интересно особенно когда они делают копии документа на своем hp hewlett packard и говорят ксера копировать почему же не говорят хюли хюли копировать или их или хюли копировать отвечаю ксерокс слово начинается с буквы x у нас в произношении принято что если буква x это первая буква я думаю так то она произносит как зи и зима поэтому xerox у нас производится а почему когда идут на хюлит-пакард машину не говорят хюли хюли копировать как вы пишете потому что когда кто-то первый в теме кто-то приносит нашу жизнь первый нечто то название компания ассоциируется с этим продуктом поэтому вы говорите ксера копировать и мы говорим тоже the to zero x to zero x это будет глагол означает сделать копию на ксероксе хотя может это быть и на хюли пакарде скажем если раньше ну давным давно когда появились пылесоса была компания хувер хувер которая сделала пьюти пылесос это стало словом нарицательным to hover to hover значит пропылесосить понимаете поэтому именно xerox to zero x это ксерокопировать не 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 важно какой кто конкретно сделал эту копию машин важно то кто был первый и поэтому это слово вошло и стало нарицательным и последнее наверное на сегодня вопрос олег цука написал я как в добрый день подскажите пожалуйста мы уже поняли что в сад черные имеют привилегированное положение по сравнению с белыми по крайней мере власти продвигают эту агенду агенду если вы пишете так только говорите адженда чтобы правильно было произношение адженда это повестка а что насчет смуглых людей латиносов и выходцев с ближнего востока им тоже предлагают чекать чекать это проверять вы понимаете тут чек свои привилегии или как-то или к ним какое-то другое отношение черные которые афроамериканцы имеет особое положение это связано с рабством никто не заводил индусов не завозил индусов и латиносов или евреев насильно сюда и не держал их как рабов поэтому у них шансы не очень большие чтобы также качать свои права хотя мы живем в такое время что может быть они начнут качать одним словом у них нет таких привилегий не ту даже наша вице-президент ша вице-президент ша камала хэрис ее пытались толкать как как африкан-американ она наполовину черную половину и индуска но она не африкан-американ у нее папаша по моему папаша это был да где-то с островов здесь центральной америки поэтому она тоже особо не тянет понимаете поэтому к ней начали просто что она black какая она black она никакая не black но типа с той стороны такая смуглая да но она не африкан-американ вот а вообще если уже речь пойдет и речь идет об этом через идет уже не об этом речь идет уже не об этом я опять вспомнил хотел сказать пару слов про xerox xerox давайте вернемся на секунду про xerox у меня здесь есть приятель который долго жил на севере штата нью-йорк там есть город рачестер довольно большой город 1600 населения и там был огромнейший завод xerox компании и вот он мне рассказывал об этом что так была огромная территория огромная территория как городок прямо целый в городе там работало тысяч 70 человек по территории ходили автобусы у нас был что-то супер градообразующие там был xerox и там кодек был ну конечно xerox был крупнее кодек был меньше но тоже был крупный кодек пролетел не сумели вовремя перестроиться на цифровую фотографию и xerox тоже как-то сник и конечно там сейчас жалкое подобие осталось того что было там ну ладно теперь текущим новостям нашей программы что мы хотим осветить и просветить но самое главное самое главное которое я хотел бы сказать это конечно же то что техас и еще три штата и того 4 техас плюс 3 будет 4 правильно кто же это было еще какие штаты мичиган кроме техаса мичиган луизиана и миссисипи сказали хватит носить маски that's it в этих штатах отменяют требования носить маски то есть на уровне что я не вы можете свою свою лавочку можете сказать я не пущу если ты не оденешь маску но штат не требует этого больше где хотите ходите без маски они говорят мы не будем вас за это штрафовать вот и это конечно очень серьезное дело очень серьезное дело и это огромный шаг как по моему правильном направлении за последние два месяца резко уменьшилась у нас штатах даже за последний месяц можно сказать резко упала количество заражаемых мы там на 70 процентов упало за последний месяц два на 40 процентов упало количество смертей от коронавируса и поэтому передовые штаты я считаю это передовое решение надеюсь и во флориде тоже скоро это примут решение сказали хватит хватит пусть бизнесы работают на полную катушку никаких ограничений по тому сколько людей они должны обслуживать ну например в ресторанах некоторых штатах говорят только 25 процентов возможной емкости чтобы заполняли например так нью-йорк 25 или 35 не помню никаких ограничений нет делайте что хотите но не что хотите но штат этого требовать от вас не будет все это идет полностью в разрез к тому что говорят на говорят на федеральном уровне у нас у нас есть такой вирусолог доктор фаучи который нас пугал на целый год и сейчас продолжает и когда сделаете и сейчас говорит он что надо вообще лучше носить две маски не одну две одну а потом вторую тогда вторая придавит первую к вашему лицу и не будет просветов говорит нам доктор фаучи а чехас и еще эти три штата сказали fuck you доктор фаучи в нашем штате свои законы конечно же федералы будут говорить вот это может привести к очередной волне может и приведет я не знаю но считаю что эта новость хорошая правильно здесь у нас во флориде тоже начинается как это сказать начинаются открывать вакцинацию большему количеству людей теперь уже не обязательно чтобы было 65 если у тебя есть одна из болезней из какого-то списка дальше где еще видел я видел в нью-йорке сейчас я вам покажу фотку нью-йорк пост вот я читаю они стали делать они стали делать такую массовую вакцинацию в трех местах это джавит центр вот мы его видим сейчас это экспо центр там в западной части манхэттена в районе там 34 38 улица там они сказали массовых вакцинация занимай очереди ходи по потом еще стадион янки по моему еще какой-то стадион где-то три уже места в нью-йорке для просто массовой занимай очереди и стой причем народ повалил как как ненормальные причем стали приезжать из других городов занимать очередь и холодно там у них бедняг и часами стояли люди в очереди чтобы уколоться уколоться это к тому насколько популярна вакцинация насколько люди хотят чтобы быстрее этот дурдом закончился чтобы жить спокойнее чувствовать себя спокойнее вот такие дела такие дела следующая новость которую я хотел бы осветить сегодня вчера вчера у нас был такой день который назывался read across america читайте по всей стране национальный такой праздник но не праздник праздник не выходной день ничего но традиция который уже там больше двадцати лет начинается девяносто восьмого года 2 марта каждого года президент выступает с речью на тему важности чтения и обычно первая леди тоже выступает где читая там где-то что-то кому-то детям конечно это в основном чтобы дети читали и тогда и вы мне скажете ну и чё ну а вот что этот был необычный необычный день не такой как часто для я вам скажу что в нем было необычного но до того я хочу вам показать одного дядю вот он он дядя который которого зовут теодор сеуз гайзел больше его он известен как доктор сеуз доктор сеуз детские книжечки с картинками мало текста много картинок вы наверняка их видели сказать вам по простому это штатах это как корней чуковский советском союзе вот он когда-то он был иллюстратором он рисовал в основном и однажды кто-то ему дал задание или заказ сделать книжку но чтобы не было не больше чем 200 слов по моему там там даже были конкретные 200 слов а потому что не конкретное но но тем не менее чтобы было поменьше читать и чтобы детям было понятно он сделал книжку она стала популярна потом он делал еще 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 вот придумал эти всех зверушек таких смешных cat in the head у него была популярная книжка потом ну короче написал по моему 60 книжек он стал мультимиллионером и даже сейчас он умер уже давно он умер по моему лет 30 назад сейчас я посмотрю когда он умер 91 году он умер и наследники его конечно же могут работать могут не работать а жить припеваючи только на royalties которые они получают за счет его книг ну то есть если ребенок родился в америке и вырос в америке нет никаких вариантов что ему в детстве не читали книжки доктора сюса и ну или как правильно играть звезд доктор звезд почему не знаю доктор вот и у него день рождения 2 марта и когда этот день придумали вот это отмечание этого праздника то его специально привязали к дню рождения доктора сюса который отлицетворял книги для детей и вот каждый каждый раз каждый год президент выступал отмечал вклады в чтение и всегда упоминали доктора сюса зюса никак не могу привыкнуть к этой к этому произношению звезд доктор звезд и что же произошло вчера старик байден выступил тоже с речью там как важно читать и всякое такое но он не упомянул доктора зюса все просто обалдели все обалдели а что ж такое что случилось пацаны на самом деле там уже идет давно эта тема что он неправильно показывал и и слишком карикатура некоторой нации народность и поэтому это плохо я не хочу сказать что этот сам байден придумал его опустить его опустить в смысле не упоминать они не то о чем вы подумали конечно это не он он вообще я не уверен что он знает кто такой доктор зюс сейчас когда-то наверняка знал но сейчас может он думает там психиатр его вот это не он записал речь и он прочел ее знаете как он читает ну вот эти телепромптеры знаете как вы наверняка видели там президент выступает такая такая прозрачная пластиночка самом деле это не прозрачная пластинка это телепромптер это такое специальное зеркало которое прозрачное зеркало то есть с обратной стороны кажется что это прозрачное стекло а с той стороны где докладчик стоит это зеркало зеркало направлено на экран где буквы там в перевернутом виде так чтобы спикер мог читать их более того это это этот телепромптер можно поставить прямо перед камерой так как а камеру за него так как камера будет видеть через это стекло то есть будет создаваться впечатление что вообще смотрите в камеру ну вот он так наш старикашка байден вот так стоял смотрел и говорил он так себя сможет немножко глаза напряжены чтобы читать было удобнее то есть он выступил и вообще забыл уже через минуту о том что он сказал это понятно но мы то не забыли все сразу обратили внимание трамп это делал барак обама это делал всегда всегда никто никаких претензий не предъявлял да но тут еще в калифорнии откуда еще эта вся зараза идет только из калифорнии коммунистическая зараза в каком-то университете они провели исследования и изучали все его книжки посмотрели внимательно и отобрали шесть книг которые больше перепечатываться они считают что этого делать нельзя почему потому что что там карикатурно показано они написали куда следует и и соответственно есть компания которая занимается но его наследием что ли вот они сказали да хорошо ладно мы теперь доктор сус интерпрайзес она называется быть мы их уберем и больше печатать не будем и вот сейчас давайте-ка посмотрим на что за книжечки таким вот написано шесть книг включая включая такую и такую больше не будут публиковаться из-за российского и слишком как сказать не insensitive не чувствительны но я не знаю какой аналог русского в общем обижают может не знаю не могу найти русский аналог российские какие-то имиджи картиночки картиночки там могут быть они показывают людей которые неправильные могут кого-то оскорблять вот эти доктор сус интерпрайзес сказали новостному каналу ассоциативе пресс и убрать эти книги из продажи это только часть нашего нашей преданности и нашему более широкому плазу плану чтобы чтобы мы чтобы вот эта компания наша доктор сус интерпрайзес чтобы наш каталог представлял и поддерживал все комьюнити и все семьи другие книги являются такими то мак элигот спул и так далее и так далее и тут написано что например книжка in and to think that i saw it on melbourne street там например показан человек азиатской внешности у которого такая шляпа в виде конуса который как у которого в руках chapstick chapstick это палочки которыми китайцы и и японцы едят и из с чашки такой книги if i ran the zoo но первых это уже ужас правда скажите как как это ужасно пацаны азиата нарисовать конической шапочки который держит в руках chapstick и чашку с едой это же кошмар вы так считаете или книга if i ran the zoo если бы я руководил зоопарком включает рисунок двух босоногих африканцев которые носят то что похоже на какие-то юбки сшит сделанные из травы а волосы на голове вот так завязаны здесь сверху но это это ли не кошмар пацаны разве такое можно печатать я сейчас вспоминаю советский союз мы были недовольны нам не не давали читать нам надо было ксерить а кто помнит кстати как называлась машина советского производства которая могла делать копии эра например не только эра еще какая-то была мы говорили от эрить и книги от эрива один день у вас и ивана денисовича или в толстых журналах печатались какие-то романы повести которые нельзя достать иностранной литературе какой-то журнал дружба народов тут you name it как говорится но там не разрешалось по крайней мере за какие-то высказывания против правящей партии а здесь нарисовали черного в юбочке из травы и это все а босоногого еще босоногого он леонид агутин поете босоногий мал мальчик на сцене может и так кого-то обижает люди вас ник никого не обижает то что леонида гутин выходит босиком на сцену и поет босиком что-то в этом есть такое не очень хорошее вот так вот так это все происходит и вот в прошлом году вот написано что в районе 33 миллионов заработала видно это foundation эта организация которая 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 продолжает выпускать эти эти книжки но посмотрите еще вот сюда смотрите на ebay ebay это вы знаете продаешь сам за сколько хочешь вот например синенькая вот эта книжка вот это одна из тех шести которые сказали что печататься не будут народ сразу понял а значит их не будет значит надо поднять цену вот человек продает ее за 405 долларов и if i rent the zoo продает до 169 долларов эту книжку вместе с вами есть другие которые подешевше это значит что они не запрещены вот он beyond the zebra 475 долларов это за 289 продает этот продает какое-то в твердом переплете какое-то специальное издание за полторы тысячи так что люди если у вас есть такие книжонки выставляйте их на amazon все не знаю на отпишите я наверняка наверняка в российских магазинах сейчас в украинских магазинах книжных есть эти книги перейдем на русский язык как у вас есть эти вот эти книжечки которые у нас запретили если да то были на американцам придется учить русский язык и читать детям книжки по русски вот до чего мы докатились вот чего мы докатились теперь что еще вам рассказать у вчера я записывал вчера я записывал видео с парнем сёдором из германии честности там зашла речь о санкциях эффективные неэффективные санкции америки в россии насколько они эффективны и существует мнение в россии что они до фонаря и тогда я решил почитать что-нибудь до фар до фонаря ли они так как хочу иметь еще другое мнение сейчас давайте пока мы прочитаем прочитаем с вами одну статью которая была напечатана есть такой сайт который тут политические обозреватели там пишут atlantic council и вот они выпустили статейку russia sanctions байт давайте посмотрим пару слов и почитаем вместе с вами что тут написано было было общее взаимопонимание среди западных правительств последние годы что экономические санкции к россии предъявлены работают и их надо расширять в европейском союзе их в европейском союзе это политические дебаты там идут все время по поводу эффективности этой этих санкций и пишут что начиная с аннексии крыма и дестабилизации украины в 2014 году кстати во вчерашних комментариях народ писал они считают что это сша виноват это нормально россия забрала крым россия сделать беспорядки в этих областях луганской и донецкой кто виноват кто всравсь навистка до старое украинское пословице мы виноват штаты вот и они пишут что здесь что некоторые европейские лидеры кстати федор это то же самое говорю которые находятся далеко от россии высказывают скептицизм что касается санкций которые и это мол влияет на их торговые интересы какие-то и так далее русские сами тут написано и русские сами downplaying the significance они стараются принизить значимость санкции потому что они хотят что показать свой показать свою силу и возможность к сопротивлению и хотят чтобы санкции были представлены как бесполезными бесполезными и в надежде на то что это последствия заставит западное правительство перестать накладывать санкции вот что еще они пишут экономические последствия они пишут что международный как это international monetary fund как по-русски вы говорите международный монетный фонд будет неправильно фонд будет неправильно международный фонд валютный фонд оценил в 2015 году что западные санкции и российские контр санкции уменьшили снизили снизили или снижали российский рост примерно на 0.2 процента в 2015 году начиная с 2014 по 2018. Не буду читать вам всю статью. Короче говоря, у нас считают, что санкции как-то работают. Насколько они сильно работают, не знаю. Если честно, мне оно, конечно, не очень даже и интересно. Вот так. Что еще вам рассказать, if anything? Может быть уже, наверное, хватит на сегодня. Да, наверное, наверное, пусть будет хватит. Буквально скажу напоследок, такая интересная особенность. У нас здесь народ лежит на пляже. На пляже возле нашего дома редко услышишь английскую речь. Это будет либо русский язык, либо испанский. Русских море. Ну, русские какие? Конечно, большинство это русскоговорящие, которые американцы. Но часть есть. И я думаю, не маленькая. Я думаю, процентов, наверное, 25. Это русские-русские, как мы говорим. Это из СНГ люди, приехавшие. Либо сами приехали с семьями, либо жён сюда прислали там, пока они там тяжело зарабатывают доллары. Но вот это два основных языка. И вот я женой недавно говорил об этом. На что она мне сказала, что вот видите, люди enjoy life и без английского. И она мне сказала эту фразу, и я вспомнил эту анекдот. Она говорит, ну и что? Говорит, и помог им их английский. Потому что на пляже находятся в основном те, кто не говорит по-английски. И это мне напомнил анекдот старый, которым я хочу завершить сегодняшний отличный выпуск. Дело было вот как. На Брайтоне, Брайтон-Бич, чисто русский, чисто русская улица. Стоят двое, разговаривают по-русски. Едет машина, возле них останавливается и по-английски спрашивает их, как проехать на какую-то улицу. Они не обращают внимания. Он опять. Excuse me, how do I get to this street? Они опять ноль внимания, даже голову не повернули. Третий раз он переспрашивает, увидел, что они ему не отвечают, махнул рукой и уехал. И тогда один другому говорит, ну и помог ему его английский. Будьте здоровы, enjoy your life. С вами был Яков Файн из Соединенных Штатов Америки. Пока.